Запись началась, мы снова у Жерезова в квартире. Не все мы снимаем в саду. Кстати, сегодня опять снег выпал, опять минус, но жизнь продолжается. Сегодня мы будем показывать вам Макарова. Знаете, как этот фильм будет называться? Макаров. Садовод Макаров о мышах, котах и винограде. Он делает эти фильмы таким расчетом, чтобы я их и вам показал. Поехали. Это опять Макаров на связи. Про мышей был вопрос вчера. Что я с ними делаю, почему у меня черенки не пострадали от мышей. Я же показывал, значит, тут две тонны снега накрытых у меня, прекрасно себя чувствую. Мышей там, конечно, нет. Зачем мышам там в снегу ковыряться? Когда есть рядом, например, вот такой сеновал. Тут и зерновые, и мелкие, и все такое. Все же там в снегу ковыряться, но их даже здесь нет. Почему? Вот рядом для овец держу зерно. Здесь, почему? Потому что есть еще более вкусное. Подсолнечник жареный. Мышеловках своеобразных. Но даже здесь их нет. Посмотрите. Вот мышеловка пустая. И она с весны стоит пустая. Вот, тут была таблеточка. Вот ее съели. Ну, не таблеточка, а пастила такая. В брикетиках продается. Так, вот мышеловка. Так вот, за весну так и ни одной не было. Это в самом лакомом местечке. В сухом, мягком. Рядом зерно, сено. Нет. Почему их нет? Потому что я контролирую ситуацию. Если случайно одна спорта бежит, она тут же попадет. Если не съест отрал, попадет сюда. Нет мышей. Что же им делать в снегу, если они такой вкуснятин? А тут семечки, между прочим, жареные. Вот они, видите, семечки? Вот они, семечки жареные. Ну, мышка туда заходит. Там вот ниточка. Вот ниточка сверху. Она туда заходит, перегрызает ниточку. А эта пружина срабатывает. Ее вот здесь прижимает к тельце. Вот. Вот так вот она. Вот. Подпружиненная. Нет мышей. Почему? Потому что я их контролирую. Первый попадет, сразу же здесь окажется. Вот как я работаю с душами. Ну, плюс скот появился. Плюс, еще говорю, было сельс, вон сильные потопы. Может быть, и затопито. Число срепало. Но и не это главное. Главное даже не это. Секундочку. Вот. Вот еще про мышей забыл сказать. Вот мой самый главный герой. Красавчик. Значит, что я про мышей забыл сказать. Ни в коем случае нельзя пользоваться мышеловками, которые работают как гильотина. Вот старый, на пружинках. Ни в коем случае. Ими можно пользоваться только в домах, квартирах. Но никак не в открытом месте. Почему? Уже дважды мне впадались синицы в них. Сначала я думал, это случайность. Как бы далеко я не прятал, даже, казалось бы, потаенные места, темные, далекие, все равно впадает туда синица. Все ими пользоваться. И никто не совершал моих ошибок. Потом, как птицы, наши самые лучшие друзья. Это вот про мышеловки. Вот, кажется, и все. Так. Опять из сада макарова. Вернее, виноградник. Вот некоторые спрашивают, как. Вот так у меня виноград накрыт зиму. Это его последнее. Вот без пленки. Смотрите, что у нас под пленкой. Дальше. Снизу опять лапники. И это еще не все. Это я говорил о мышах. Что я делаю с виноградником, чтобы мы... Только одна маленькая справка. Макаров Алексей Иванович хозяйничает под Москвой, в возле города Хобнинск. Трубочка находится у нас. Плюнтый все это в зиму. Вот с одной санес. Можно было вот так вот перевернуть и насыпать сюда зерно. Вот зерно. Оно сохранилось. Это говорит о чем? О том, что мыши никогда не заходили. Ихинцы взошли, пои. И, конечно, я с ними поспорюсь. Я контролирую эту ситуацию. Значит, можно не только зерно. Разное зерно, кстати. А вот такие брикетики вот еще есть. Вот такие. Вот такие. Хармон, где с сыром? Тоже продаем. Поосторожнее надо быть. Тоже опять же в трубочку вот так закладывать. Вот немножко надгрызанные, очевидно. Было, но не сиюно. Наверное, отравилось. Почему с ними поосторожнее? Да потому, что не дай бог найдет кот. Он это тоже может съесть. Ничего хорошего для его печени это не значит. Вот. У меня кот появился. Зимой пришел, когда все это уже было накрыто. Прибился котик. Я его назвал ДОСом. На язык, на друзей. Это значит друг. То есть ДОСик, дружок. А вот так линоград уже. Вот я не этот котик прикрываю немножко. Он у меня в среднем сроке созревания почти позднему. Но если я вот такую делаю изотек, его продлевая землю и саму лозу, то он у меня раньше рванет. А значит, у него больше времени набрать сахар и чтобы созрела кисть. Ну вот про мышей я вам сказал. Это один. Так, закончился третий фильм. Всего их прислал мне Макаров. Четыре. Но тот, который немножко с мистикой я решил по крайней мере сегодня не показывать. С мистикой это значит, что с мышами может договориться. Я боюсь, что кто-то из вас насчет Макарова это... Да, по-моему, ходячий экстрасенс. Только он, может, и сам этого не знает. Он-то договорится с мышами. А вы попробуйте договориться, останетесь без сада. Поэтому один из четырех фильмов я пропустил. Вот. Ну, посмотрели, как он укрывает виноград. Ладно, уговорили. Покажу вам... Покажу вам его виноград. Покажу вам его виноград. Вот. Потому что я всегда считаю учить должны те, кто сам умеет. А то, представляете, преподаватели учат, как у них сажать деревья, только потому, что сами никогда не резали. Пользуются схемами из девятнадцатого века на лекциях. Вот. И понятия не имеют, что они учат у них сажать деревья. Вот. А лекции должны читать такие, как Макаров. И наука не должна стесняться приглашать таких людей, приглашать свои сады. Ой, я оговорился. Но вообще надо бы, чтобы в научных все-таки институт само собой сады, а чтобы еще и вузы сады имели. Вот что должно быть. Вот. Ну, что имеет Макаров право учить нас. Да? Ну. Я с Украины. Я вам скажу, что эти макаровские арбузы, макаровский виноград не хуже того, что я, чем меня угощали в Херсонской области на Украине. Вот. Ну вот, пожалуй, и все. На сегодня все. Алексей Иванович Макаров. Привет. Сейчас сделаю небольшой фильм. Вот. И прошу тебя продолжай учить все, чему ты умеешь. Вот. До свидания, друзья. До свидания. Уникальный садовод Алексей Иванович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...